Упражнение после нашего урока. Говорит Тамринат. Первое упражнение. Говорит в том предложении, которое мы сейчас зачитаем. Различи, какие местоимения являются слитными, а какие являются раздельными. Говорит. И разъясни место каждого этого местоимения из грамматического разбора. То есть, чем оно является. Давайте читаем это предложение. Говорит. Как перевести Зурту Хадикатальхайван? Зурту. Навестил. Я навестил или я отправился куда? Съездил в зоопарк. Она ва Балду Аздыкаи. Как перевести она ва Балду Аздыкаи? Я и некоторые мои друзья. Балд это что? Некоторые. Я и некоторые мои друзья. Давайте разберемся с этой частью предложений. Зурту Хадикатальхайван, она ва Балду Аздыкаи. Какие здесь есть местоимения? Зурту во-первых. Это какой там мир? Мунтас или Мунфас? Мунтас. Мунтас. Какое место он занимает предложение? Фаиль, Мафруль, Мулафилей и тому подобное. Чем является? Фи Махал-Раф. Почему? Фаиль. Зурту. Фаиль. Зурту я посетил. Значит, ту, что мы про это местоимение говорим? Говорим. На месте Рафа, потому что он является Фаилем. Еще местоимение есть? Ана. Ана это местоимение Мунтас или Мунфас? Мунфас. Ана фи Махал-Раф или фи Махал-Нас? На месте Рафа или на месте Назба стоит? Ана, Я. На месте Рафа. Почему? Потому что в данном случае является Фаилем. Кто посетил зоопарк? Я посетил. Фаиль. Еще есть местоимение? Фаиль. Аздыка и в конце его местоимение Яй. Это Яй как называется? Я Мутакаллим или Я Мухатап или Я Уль Гаиб. Ты Мутакаллим. Говоришь за себя, так или нет? Я Уль Мутакаллим. Фаиль. Вот это вот Я Уль Мутакаллим. Чем является или какое место в предложении занимает? Аздыка и Фаиль. Мафалюнби или Мубахилей. Чем является? Ты сразу внимательно смотри. Аздыка и Мои друзья. Что происходит? Здесь вообще есть какое-то действие Мои друзья? Чтобы говорить Фаиль или Мафалюби. Ни Фаиль или Мафалюби здесь быть не может. Никаких действий вообще здесь нет. Мои друзья. На меня не падает действие, я не произвожу каких-то действий. Но говорю Аздыка и Мои друзья. То есть приписываю друзей к себе. Это называется Мубах, Мубахилей. Соответственно вот это Яй является Яю Уль Мутакаллим. Видишь, она вообще не приписана глаголу. Она приписана Касма. Кимени существительного. Поэтому мы говорим Фимахалли Джар Мубахилей. На месте Джарра находится. Почему? Потому что Мубахилей. Как Китабу Мухаммадин, Байту Бакрин и тому подобное. Аздыка и Мои друзья. Дом Бакра, Книга Мухаммада и так далее. Это и является Мубах Мубахилей. Вот это разобрались или нет? Теперь далее поехали. Говорит Фараайна фига кафирам минаннас. Как перевести? Мы увидели там, то есть в этом зоопарке кого? Кафирам минаннас. Большое количество людей. Кадиш Тамау. Амам аль-Асад. Что эти люди делают? Большое количество людей. Находят в клетке Асадов. Ладно, хоть не в клетках. Что делать? Кадиш Тамау. Собрались. Перед кем? Перед львом. Амам аль-Асад. Перед львом. В этой части предложения какие-то местоимения есть или нет? Фараайна. Фараайна. Какое местоимение здесь? На. На. Теперь сразу смотрим внимательно. Вот это местоимение на. Приписано глаголы к имени существительными или к предлогу? Во-первых, ответим на вопрос. К глаголу к имени существительными или к предлогу? К чему приписано? К глаголу. Фараайна. Соответственно, оно является раз глаголу, значит, вступает действие, у тебя сразу говорят что? Либо фаэль, либо мафульби. Оно может быть либо действующим лицом, либо то, или тем, на что падает действие. Фараайна. И мы увидели. Чем является фаэль? Фима халя раф. Является фаэлем на месте рафа. Почему не говорим морфо, а говорим на месте рафа? Потому что на местоимение. А местоимение из мабният. Про него не говорится морфо, маджрур или мансоб. Но говорится, оно занимает в предложении место рафа. Или место на сбои и так далее. Здесь занимает место рафа. А как ты узнал, что мы увидели, а не нас увидели? Как ты отличил это? Что фараайна именно мы увидели, а не нас увидели? Потому что и... А? Сукун. Потому что перед на пришел сукун. Мы говорили, если перед на приходит сукун, то на будет фаэлем, действующим лицом. А если бы было фараа на, нас увидели, тогда перед на приходила бы уже фатха, фараа на, тогда это уже было бы мафульбе, на нас бы упало действие. И говорили бы уже фи махалли нас, в данном случае, аним фи махалли раф. Далее, есть еще какое-то местоимение здесь? Фи ха. Фаэр, здесь местоимение ха, указывающее на кого? На отсутствующий женский род. Зоопарк, хади ка. Хади ка, у нас в женском роде нет слова, хади ка. Парк в арабском языке, в женском роде. Соответственно, его описание тоже приходит в женском роде. Фи ха, мы увидели в ней, то есть имеется в виду в зоопарке по-арабски. Фаэр, вот это ха, в данном случае приписано к чему? К глаголу, к имени существительному или к предлогу? К предлогу. Соответственно, оно будет здесь? Фи махалли жар. Фаэр, далее поехали. Говорим, еще какое есть местоимение? Ичитамау. Какое здесь местоимение есть? Вауль джама или алиф улиснейн? Кто скажет? Вауль джама. Это чтобы разделять одно слово от другого. Об этом мы еще не разбирали, оно придет у нас далее. Значит, в этом глаголе ичитамау собрались. Есть местоимение вау. Как оно называется это вау? Вауль джама. Вауль джама. Вау, которое описывает большое количество людей. Так или нет? Группу людей. Хорошо, это местоимение вау. В данном случае занимает место рафа или назба или джара. Кто скажет? Во-первых, к чему приписано? Глаголу, к имени существительному или к предлогу? Глаголу, получается, люди собрались, это местоимение, они собрались, приписано глаголу, собрались. Соответственно, сразу у тебя возникает мысль, что это уау будет здесь, либо фаэлем, либо мафруль бих. И если мы правильно или хорошо запомнили правило, мы говорили, что правило, помните, в 77 правило, то что уауль джама, если приписано глагол, оно бывает только на месте рафа, бывает только фаэлем. Мафруль бих, оно не может быть. Иштамау, они собрались, они произвели действие. Значит, говорим, фаэль фи махал раф. Оно является действующим лицом и занимает место рафа. Дальше, следующее предложение, или следующая часть предложения. Вого джа асимун, каанну аль малик аль мутаввач. Как перевести? Вого джа асимун, каанну аль малик аль мутаввач. Он лежал спокойно, горделиво. Как будто он коронованный король. Как будто он король, на голове которого корона. Тайб, есть какое-то здесь местоимение или нет? Хуа. Это местоимение мутасль или мунфасль? Мунфасль. Оно является здесь чем? Фимахал раф, то есть муктада. Далее, каанна ху. Есть какое-то местоимение в слое каанна ху? Ху, нам. Ху здесь является чем местоимением? Каанна, это чем является каанна? Предлогом является, именем и существительным является или чем является каанна? Является сестрой инна. Инна у анна, оля кинна уа каанна. Помните, мы это проходили? Хабр каанна. Да. Инна это харф или имя существительное? Инна является харф. А ху в данном случае чем является? Его именем или его хабаром? Исму каанна или хабр каанна? Исму каанна. Тайб, значит оно является здесь. Исму каанна фимахалли насб. Или фимахалли раф? Фимахалли насб. Исму Инна, а ее сестер, в чем в Назбет. Далее, говорим, Янзору Илейхим Би Айнихи, Назара, ман Ярифу Кадра Навсихи. Как перевести? Янзору Илейхим Би Айнихи. Лев смотрит на людей, Би Айнихи, чем смотрит? Глазом. Своим ухом? Нет, глазом. Так, Назара, таким взглядом, ман Ярифу Кадра Навсихи. Который, что делает? Взглядом того, который Ярифу Кадра Навсихи. Выделяет уровень. Знает свой почет и свой уровень. То есть, он смотрит на них свысока, зная, кто он такой, что он является кем, царем зверей и тому подобное. Ладно, теперь, есть какие-то здесь местоимения или нет? Илейхим. Местоимение, хим, приписано к чему? Предлогу к имени-существителям или глаголу? Харфуджар, предлогу. Значит, оно является фимахаллеж? Далее, Би Айнихи, это местоимение мутасли или мунфасли? Мутасли, местоимение ха. Ха, местоимение на кого указывает? На мутакаллема, на мухатаба или на гаиба? Ха, это на того, кто отсутствует. Он, Би Айнихи, смотрит своим или его взглядом. Значит, здесь ха, приписано к чему? К имени-существительному глаголу или предлогу? К имени-существительному айн. Значит, оно является чем? Би Айнихи, его глаз. Махальджар, почему Махальджар? Мубафилей, потому что является здесь мубафилей. Именно к нему приписывается его глаз. То есть, глаз, кого? Льва. Дальше. Ман-ярифу кадра нафсиги. Какое здесь есть слово еще? Нафсиги, предлог нафсиги. Опять, предлог тот же самый, ха, бамир мутасль, к чему приписывается к имени-существительному глаголу? К имени-существительному. Знаешь, оно будет чем здесь? Мубаф, мубафили. К его душе, нафсигу. Зная, что уровень своей души, зная уровень самого себя и тому подобное. Знаешь, вот таким вот образом. И необходимо человеку тренироваться. То есть, если ты берешь какую-то книгу, любую книгу, какую бы ты ни читал, пусть даже будут те книги, которые мы читаем с вами, обращайте на это внимание. Ага, пришел предлог. Опять пришло местоимение. Местоимение приписано к тому-то. Что это за местоимение и тому подобное. И таким образом ты научишься различать одно местоимение от другого. И какое место предложение оно занимает. Теперь второе упражнение говорит. Говорит, то предложение, которое у нас приходит предложение, замени его так, как будто бы ты обращаешься к муаннаса. Во-первых, к женщине. Во-вторых, к двойственному числу. Во-вторых, к большому количеству мужчин. А потом к большому количеству женщин. Смотри, предложение какое у нас? Как перевести? Перевести. Китабака. Твою книгу. Теперь смотри. Нам необходимо этим предложением или это предложение заменить и обратиться к ним, этим предложением, точнее к женщине. Как сказать? Хал-ахвар-ти. Дальше? Китаба-ки. Китаба-ки будет. Правильно или нет? Теперь обратись к кому-к двойственному числу? Китаба-та. Хал-ахвар-та. Как будет дальше кита? Китаба. Китаба-кума. Хал-ахвар-та. Китаба-кума. Дальше. Теперь обратись к чему? К большому числу мужчин. Китаба-кума. И теперь обратись к большому числу женщин. Хал-ахвар-тун-на. Китаба-кума. Хал-ахвар-тун-на. Китаба-кума. Далее. Третье упражнение говорит. Хауэль аль-джумал аль-смия аль-Атия ла-эль-джумал ма-вауия. Говорит те предложения, которые у нас приходят в упражнение, превратив предложение прошлого времени. Уазгур ноу аббамир и упомяни вид местоимения. Аль-Ладзи таштамилу алей-куля джумля. Которое содержит в себе каждое предложение. Уабейин му-ки-аху минан-я-раб. И упомяни, какое место в грамматическом разборе оно занимает. Знаешь, первое предложение. Смотри. Ана-укри-муд-баифа. Как перевести Ана-укри-муд-баифа? Я оказываю почет гостю. Теперь преврати это предложение в прошлое время. Ана-акрам-ту аббаифа. Теперь местоимение ту. Акрам-ту. Чем является? Каким местоимением? Мут-тасль или Мумфасль, во-первых? Мут-тасль. Дальше оно на месте файла. Маф-ру-ля-би или Мумфасль-ле или чего? Или на месте Раф-а-назба или Джар-а? На месте файла. Акрам-ту. Я почти у гостя. И тому подобное. Далее. Теперь второе предложение. Нахну-нал-абу-бель-ку-рати. Как перевести? Мы играем с мячом. Мы играем с мячом. Пайп здесь. Преврати теперь это в прошедшее время. Предложение в прошедшее время. Нахну-ля-иб-на-бель-ку-рати. Мы играли в мяч. Вот это местоимение на. Любе или на месте муфа-филей. Кто скажет? Нам. На месте файла-ля-иб-на. Мы играли с мячом. Значит, фимахал-раф нас вели-джар. Фимахал-раф. Дальше. Теперь третье. Анти-ту-наззи-фина-аль-худжирата. Как перевести? Анти-ту-наззи-фина-аль-худжирата. Ты чистишь комнату. Ты чистишь комнату. Обращение к кому? К женщине. Теперь сделай так, что она уже почистила комнату в прошлом времени. Как будет? Анти-наззав-ти. Анти-наззав-ти-аль-худжирата. Файл. Здесь наззав-ти. Вот это местоимение ти. Чем будет? Муттасль. Файл. Наззав-ти. Файл. Файл. Знаешь, оно фимахал-ли-раф. Или нас? Фимахал-ли-раф. Теперь четвертое предложение. Анта-ту-хсину-асибахата. Как перевести? Анта-ту-хсину-сибахата. Нам. Ты прекрасно плаваешь. Анта-ту-хсину-асибахата. Ты прекрасно плаваешь. Или прекрасно купаешься. Теперь сделай так, что он прекрасно купался и потом утонул, в конце концов. То есть обольстился своим плаванием и утонул. Ты прекрасно купался. Эх, как же ты прекрасно плавал. Как перевести? Ахсанта ассибахата. Ты когда-то хорошо плавал. Ахсанта. Вот это местоимение та. Каким местоимением является? Мутасль. Фаэль мафольби или мулахили? Фаэль. Знаешь, фи махалераф или нас филижар? Фи махалераф. Фи махалераф. Теперь пятое предложение. Говорит, антума тугисан аль мальхуфа. Как перевести антума тугисан аль мальхуфа? Вы двое что делаете? Тугисан. Истигаса. Что такое истигаса? Тугисан здесь наоборот. Вы оказываете помощь аль мальхуфа. Скорбящему, томящемуся. Так, тому, кто в тоске. Теперь сделай так, что вы уже оказали ему помощь. Ранее. Антума агас тума. Вы уже оказали помощь. Антума агас тума аль мальхуфа. Вот это тума чем является? Дамиром. Дамир муфасль или мутасль? Мутасль. Он в состоянии. Фаил или мафуля бих? Фаил. Или муфа фили? Агас тума. Вы оказали помощь? Фаил. Фаил. То есть не может быть муфа фили. Здесь приходит приписан глагол, а никими несуществительными. Знаешь, оно либо фаил, либо мафуль бих. Оно здесь в состоянии фаиля. Знаешь, кем махалли раф. Дальше. Антум тухибун аль мадрасата. Как перевести? Школу. Вы любите школу. Антум тухибун аль мадрасата. Теперь сделай так, что вы любили школу, а теперь уже не любите. Как это сделать в прошедшем времени? Антум. Антум хаббей тум аль мадрасата. Вы любили чего? Школу. Местоимение какое-то есть в слове хаббей тум? Да. Тум, что ты говоришь про него? На самом деле мы сейчас не углубляемся. Не говорим тум, та местоимение, мим для указания множества числа. То есть все это в подробности не разбираем. Как будто бы это единое местоимение. Пока для начала. То есть мы начинающие, поэтому делаем разбор. Может быть он не совсем правильный, но главное, чтобы он был для нас легким. Антум хаббей тум. Тум здесь. На месте фаиля или мафуля бих? Вы полюбили школу. Фаиля. Значит оно в махалерах. Дальше. Хум я атифуна аля льятими. Как перевести хум я атифуна аля льятими? Они относятся милосердно к кому? К сироте. Теперь сделай так, что они относились милосердно к сироте, потом сирота вырос и сам стал милосердно относиться к ним. Как сказать? Хум атафу. Хум атафу аля льятими. Они милосердно относились к чему? К ятиму, то есть к сироте. Здесь атафу. Какое это местоимение есть? Уауль джамаа. Оно всегда является фаилем, когда приписывается глагол. Четвертое упражнение. Говорит, все бамиры, все местоимения, которые являются местоимениями рафа и являются слитными местоимениями, преврати их в полезном предложении. То есть, допустим, какие у нас есть местоимения, которые являются местоимениями рафа, если оно приписывается глаголу. Как мы сказали, пять местоимений. Та, еще какая? Алифу Лиснейн, Уауль Джамаа, Я Аль Мухатаба и Нун Ан Нисуа. Вот теперь придумай пять предложений, скажем из этих местоимений, чтобы это местоимение было фаилем. И не может быть оно ничем, кроме как фаилем. Давай, придумаем первое предложение. Загабту Илаль Мадрасати. Я отправился куда? В школу. То есть, ту здесь местоимение является слитным местоимением, приписывается глагол, соответственно, будет фаилем фи махалли рафа. На месте рафа. Второе предложение какое? Закарту Мухаммадан. Закара Мухаммадан. Они двое вспомнили Мухаммада, чтобы использовать нам все эти местоимения. Теперь третье. Хараджу Мин Аль Масджиди. Аннасу Хараджу Мин Аль Масджиди. Люди вышли из мечети. Здесь Уауль Джамаа также является фаилем фи махалли рафа. На месте рафа. Еще такое. Теперь Снун Аль Нисуа. Аннисау Хараджу Мин Аль Мадрасати. Женщины вышли из школы. И последнее осталось Яву Аль Мухатаба. Как сказать? Их Салит Сиаба. Постирай свою одежду. Упражнение, иншалла, легкое, понятно. Далее. Теперь пятое упражнение. Кауин Джумля Тейни. Придумай два предложения. Бикильтейхима фиалун мутталсиль би я аль мутакаллим. В каждом из них есть фиаль, глагол, который связан с чем? С предлогом или точнее с местоимением я аль мутакаллим. Говорит. И разъясни, какое место араба занимает это местоимение в данном предложении. Знаешь, что нужно сделать? Такое же упражнение примерно как в прошлом. Опять придумать предложение, чтобы в нем был я аль мутакаллим. Я того, кто разговаривает. Уже не я аль мухатаба. Не обращение к женщине. Их Сили Ух Тубит. Но я аль мутакаллим. Когда ты говоришь от тебя. И оно было приписано к чему? Было приписано глаголу. Какое можно придумать предложение? Давай скажем первое предложение. Нафаани гадаль китаб. Мне принесла пользу эта книга. В данном случае в конце глагола нафаани есть что? Местоимение я аль мутакаллим. Какое место занимает это местоимение в данном предложении? Кто скажет нафаани? Фимахалли нас. Почему? Потому что оно здесь махулинби. На меня упало действие от этой книги. То есть эта польза обратилась на меня. Ка аль мухатаба и ха аль гайб. Они бывают, если приписываться к глаголу только в состоянии назба. Давай теперь второе предложение. Какое еще можно придумать? Так же с я аль мутакаллим. Закарани али юн. Вспомнил обо мне Али. Теперь так же я аль мутакаллим. Про него что говорим? Говорим мафуллинби? Фимахалли нас. Почему не говорим мансуб? Кто скажет? Потому что я аль мутакаллим. Абни. Не бывает мина лмуарабад. Соответственно раз оünf . Про него не говорится мансуб или морфун. Но про него говорится? Фимахалли нас. Или фимахалли раф. И тому подобное. Далее. Еще одно предложение. Ра аниль мудар рису. Меня увидел преподаватель. Здесь так же я аль мутакаллим. Фимахалли нас. Теперь говорит, теперь опять придумай два предложения, опять в каждом из них есть глагол, но теперь уже в конце не я, а каф аль мухатаб, к тебе, то есть идет обращение, и опять разъясни, вот это каф аль мухатаб, какое место в арабе, то есть в этом предложении в данном случае занимает, какое можно предложение? Так, Мухаммад дал тебе книгу, в данном случае каф аль мухатаб приписан к чему? Глагол, является ламир муттасыль, слитным ламиром. Какое место занимает предложение? Почему? Что к нему присоединено? К нему присоединен теперь местоимение ха аль гаиб. Говорит, и опять разъясни, вот это местоимение ха аль гаиб, такое место в арабе занимает предложение. Какое первое предложение? Аль мансуру, дарабаху аль ау ладу. Мансура ударили дети. Так, здесь, дарабаху, что будет? Ха аль гаиб чем? Мафулен би фи махалли нас. Почему опять? Потому что, как мы говорили, я уль мутакалим, каф аль мухатаба и ха аль гаиб, если приписываться глаголу, всегда бывает состояние мафулен би фи махалли нас. То есть, на месте назба. И второе предложение? Ха аль китаб. Нам, ха аль китабу ба аху усама. Эту книгу продал ее усама. Опять, ха аль гаиб, мафулен би, на него падает действие. Фи махалли нас. Последнее, придумай два предложения, в каждом из них есть глагол, мутасль би ха аль гаиба, но в конце уже не ха аль гаиб, а ха аль гаиба. Какая разница? То есть, ха женского рода. И то же самое, разъясни положение этого слова в арабе. Какое первое предложение? Ха дил гурфату, эта комната? Ха дил гурфату аглактуга. Эта комната, я ее закрыл. Аглактуга, здесь ха аль гаиба, приписано к чему глаголу? Чем является предложение? Мафулен би, на месте назба. Теперь шестое упражнение. Говорит, придумай три предложения. В каждом из этих предложений есть местоимение на. Так, чтобы это местоимение в первом предложении было на месте рафа, во втором предложении было на месте назба, а в третьем предложении было на месте джар. То есть, как мы говорили, то, что местоимение НА является чем? Единственным местоимением, которое может занимать все три положения одновременно. То есть, в каком смысле? Помнишь, мы говорили то, что Али Кулиснейн, Ла Уль Джама, Нун Ан Нисуа, Я Аль Мухатаба и тому подобное. Они что делают? Бывают только в состоянии Рафа. То же самое вот эти три местоимения последние, которые мы разбирали. Это Каф Аль Мухатаба, Я Аль Мутакалим и Ха Аль Гайб могут быть только в состоянии Назба. А про нам мы что говорили? То, что оно может быть и Назба, и Рафа, и в состоянии Джарра. Вот теперь придумай три предложения, чтобы в одном было на месте Рафа, во втором на месте Назба, а в третьем на месте Джарра. Давай, первое, чтобы было на месте Рафа. Загабна или Аль Мадресати? Мы пошли в школу. Теперь, чтобы в состоянии Назба. Как будет? Или в положении на месте Назба? Аль Мударресу Барабана. Ударил нас наш преподаватель. Или Аль Мударресу Ахаббана. Полюбил нас и тому подобное. И теперь третье, чтобы было чем? Чтобы было в состоянии Джарра. Сделай так, чтобы оно было в состоянии, или на месте, точнее. Мы не говорим в состоянии Джарра, потому что состояние Джарра переводится как Маджрух. Мы говорим на месте Джарра. Чтобы оно было приписано глаголу. Как сказать? Хараджа мин бейтина. Вышел с нашего дома. В данном случае на будет чем? Мулаф и лейфи махалли джар. Почему? Потому что приписано к дому. Или к имени существительному. В данном случае. А теперь придумай предложение, чтобы на было приписано к предлогу. Тоже будет фи махалли джар. Как? Хайябина. Пойдем с нами. Хайябина. Пойдем с нами. В данном случае на приписано к чему? К местоимению Ба. Видишь? Это местоимение На. Оно может быть в Рафре, в Назбе, или в состоянии положения Рафа, Назба и Джарра. И когда оно бывает в положении Джарра, в состоянии Джарра, или занимает место Джарра, оно может быть приписано к имени существительному или к предлогу. Далее. Теперь шестое упражнение. Или точнее дальше. Вторая часть шестого упражнения. Придумай предложение, в котором Каф Аль Мухатаб, Каф, в котором ты обращаешься, было приписано к имени существительному. Какое можно? Абука Табибун. Твой отец, врач. Дальше. А также второе предложение, чтобы то же самое Кафф Аль-Мухатаб было приписано к местоимению. Какое можно? А, к местоимению. К предлогу. Загаб на Илейка. Да, Загаб на Илейка. Мы пошли к тебе. Таид говорит. В обоих случаях, какое положение в Арабе занимает это местоимение? Когда ты сказал Абука Табибун. Твой отец, врач. Чем является в данном случае Кафф Аль-Мухатаба? Да. Говоришь, мудафи Лей, фи махалли, фи махалли джар. А в твоем случае что говоришь? Тебе вообще сказали, что я смогу нечего? Говоришь, не, не, не. Говоришь, после предлога уже пришло. Говоришь, маджрур, бихарфи, или не говоришь, маджрур. Говоришь, фи махалли джар, бихарфи джар. Занимает место джарра и пришло после харфа джар. Это иншалла ясно. Далее, теперь третья часть. Коуин саласа джумаль. Придумай три предложения. Так, чтобы в первом предложении из этих трех Хауль-Гаеб было приписано к Ла Алла. Как это сказать? Ла Аллаху маридун. Может быть, он болен. То есть, почему он сегодня не пришел? Может быть, он болен. Говорит в официальной во втором предложении Поясняты требующие знания. В официальной и в третьем предложении Я Уль-Мутакалли Мутасила Билейта. Я Уль-Мутакалли, которое приписано к Лейта. Как сказать? Лейти не будет. Почему? Смотри, когда Я Уль-Мутакалли приписывается к какому-то слову, то между этим словом и между Я Уль-Мутакалли возникает то, что называется Нун-Уль-Викая. Нун-Уль-Викая, то есть защитная буква. Нун-Уль-Викая, говоришь Лейтани, говоришь ААПАНИ, не говоришь ААПАИ, а говоришь ААПАНИ, Лейтани, РААЙТАНИ. Вот это Нун-Уль-Викая возникает между Яй. Какой? Между Яй-Мутакалли и между чем? Между глаголом. Это ясно или нет? Это мы пройдем далее по книге, иншаллах, поэтому здесь углубляться не будем. Суть в том, что какое-то предложение сказал с Лейта, чтобы к нему было приписано Я Уль-Мутакалли. Лейтани шабабун или Лейтани шабун. О, если бы я был молодым. Так, то есть, мне бы в голову еще лезли слова, которые необходимо выучить наизусть. Говорит, И теперь разъясни положение всех этих местоимений на Ярабе. Помнишь, первое предложение, какое мы говорили? Которое приписано к чему было? Может быть, он является больным. Какое положение в данном случае занимает здесь? Лейтани является сестрой Инна. Соответственно, Ла Аллаху Маридун, в данном случае, Ху, чем является? То есть, приходит после Ла Алла, будет Исму Ла Алла, Фимахалли каком положении или на месте чего? Инна, сестра Инна нам, на месте Назба. Теперь во втором случае мы привели предложение с чем? С Инна. И присоединили к нему Кафф Аль-Мухатаб. Сказали Иннака, как мы сказали? Иннака, Талибуль Ильми. Опять, Кафф Аль-Мухатаб, какое место занимает предложение? Инна. Опять, Исму Инна, Фимахалли, Фимахалли Назб. И последнее сказали, Лейтани, Шабун, О, если бы я был молодым. Здесь Лейтани, Лейта, чем является? Тоже сестрой Инна. Значит, Лейтани, в данном случае, опять, Яй Алл Мутакаллим, чем является? Исм, Лейта, Фимахалли Назб. Теперь дальше, седьмое упражнение говорит, Кам Калима, Ва ма нау, кули калима, фикули джумля, Минал джумля, ассалат, аль-Атия. Говорит, сколько слов, и что это за слова, в каждом из слов следующего предложения. Есть следующие слова. Смотри, первое слово, АКРАМ ТУКА. Сколько в нем слов? Три слова. АКРАМа, глагол, ТУ, ФААИЛ, ИКА, МАФРУЛЮНБИ. Понятно или нет? АКРАМ ТУКА, Я оказал почет тебе. Значит, это слово состоит из трех, сразу составляющих. Дальше. АЛЛИМУНА. Как перевести АЛЛИМУНА? Обучите нас, научите нас. Опять сколько слов? Опять три слова. АЛЛИМ, это что? Это ФИАЛ АМР. К нему приписывается ВАУЛЬДЖАМА, который является ФААИЛем, то есть, вы обучите. И НА, чем в данном случае является? МАФУЛЮНБИ. На нас падает действие, чего? Обучение. И последнее слово. ХАЗАБТАНИ. Как перевести? ХАЗАБТАНИ. Ты воспитал меня. ХАЗАБТАНИ. Ты воспитал меня. То есть, сколько слов? В этом слове, или со скольки, со своими частей, тоже из трех. ХАЗАБА, это что такое? ФИАЛ МАВЫ. ТА, это на месте ФААИЛа. ВАМИР МУТТАСАЛ на месте ФААИЛа. И НИ. Ну, нуль века, понятно, не считается, как за отдельное слово. И ЯЙ, чем является? ЯЙ МУТАКАЛЛИМ. Является на месте назба. Далее. Говорит. Бэйн Абвамир ФИЛЬАИБАРА АЛ-АТИЯ. ВАМАХАЛЛА АМИНАЛЬ АРАБ. Говорит. Разъясни. Местоимение в следующей фразе и разъясни, какое место в АРАБе оно, или они занимают. Смотри. СААЛЬ НАКИ ФАДЖИБИНА. Как перевести? СААЛЬ НАКИ ФАДЖИБИНА. Мы спросили тебя, то есть женщину, ФАДЖИБИНА. Ответь же нам. Смотри. СААЛЬ НАКИ. Сколько здесь местоимений в слове СААЛЬ НАКИ? Из тех, которые нам известны. Два. СААЛЬ НА. НА это местоимение какое в данном случае? ФААЛЬ или МАФУЛЬБИ или МУБАФИЛИ. Чем является СААЛЬ НАКИ? НА. ФААЛЬ. ФААЛЬ. И значит на месте РАФА. И КАФ в конце этого глагола чем является? МАФУЛЬНДИ. В состоянии НАЗБА соответственно. И ФАДЖИБИНА. Как перевести ФАДЖИБИНА? Мы сказали. Ответь же нам. То есть это глагол АМАР. Какие-то местоимения есть в этом глаголе или нет? ЯЙ. ИНА. Видишь, ФАДЖИБИ. Обращение к кому? К женщине. Что это за ЯЙ? Как она называется? ЯУЛЬ МУХАТАБА. То есть когда ты обращаешься к женщине, как ты если говоришь АКРИМИ, ИХСИЛИ, ИДБАХИ и тому подобное. Значит, это ЯЙ является ЯУЛЬ МУХАТАБА. Она является чем в данном случае? ФАИН. То есть на месте РАФА. ФАДЖИБИ. И НА. Это что такое? МАФУЛЬБИ. На месте? На месте НАЗБА. Теперь восьмое упражнение говорит КАМРИНУН ФИЛИНША. Упражнение относительно сочинения. То есть сочинение у нас опять остается на дом. ТАХАЙЙЕЛЬ. Представь себе. АННА КАСААФАРТА БИКИТАР СИККА АЛХАДИД. Что ты отправился в путь на поезде. Что знаешь СИККА АЛХАДИД? Улица, улочка. А ХАДИД железная. Что знаешь железная улочка? Имеется ввиду рельсы. То есть так называются рельсы в арабском языке. ТАХАЙЕЛЬ. Представь себе. АННА КАСААФАРТА. Что ты отправился в путь. БИКИТАР СИККА АЛХАДИД. На поезде по железным рельсам. УАСЫФ МААМИЛТАГУ. МИНХИН АЗАМ ТААЛА САФАР. И опиши, что ты делал с того времени. МИНХИН. И что ты делал до тех пор, пока не доехал до своей цели. Не добрался до своего города, к которому ты стремился. При этом используя глаголы прошлого времени, используя ТААЛЬМУТАКАЛЛИМ. То есть глаголы малые, которым приписано ТААЛЬМУТАКАЛЛИМ. Как если скажешь САФАРТУ, ЗАГАТУ, ДжАЛАСТУ, РАКИПТУ, РААЙТУ и тому подобное. Что я видел, куда я сел, где я проезжал, МарАРТУ. Я проезжал мимо того-то и тому подобное. ТААЛЬМУТАКАЛЛИМТАКАЛЛИМ, Я удивился, когда увидел то-то. Значит, первое сочинение понятно. Далее, второе. Аббир, Амма юляки хисаном, Аджилатил Уджра. Амир, Амма юляки хисана, разъясни. Что встречают с собой две лошади Аджилатил Уджра, которые везут за собой тележку? ФИОМИЛ ВАХИДИН Минан Машаб. В один из дней из сложностей. ВАМАИ АМИЛАНИГИ Минан Аммаль. И что эти две лошади выполняют из дел? местоимение алифу-лиснеин. Алиф двойственного числа. И третье. Говорит, посоветуй твоему другу, чтобы он простил того, кто отнесся к нему плохо. А также дай ему совет, чтобы он не соседствовал с кем муджара, не был соседом софих глупцов. Здесь имеется в виду Адам муджара, чтобы он не общался с кем-то глупцами. Говорит, при этом твоем совете, используй каф аль-мухатов. Ты, то есть, и ха отсутствующего. То есть, когда ты говоришь, ты делай так и не сиди с ним. То есть, используешь каф аль-мухатов и ха аль-мухатов во время этого разъяснения, во время этого совета. Теперь, тамринун филиараб. Сделай упражнение о том, как делается иараб, таких предложений. Смотри на музыч. Пример. Лабисту миатофи. Я одел свой миатоф. Здесь, в данном случае, под миатофом подразумевается не шея, а подразумевается что-то типа галстука. То, что одевается на шею. Говорит лябисту. Что значит лябисту? Лябиса фиалюн мау. Говорит лябиса, глагол прошедшего времени, мавни аля сукун, который застыл на сукуне. Лябисту. Почему он застыл на сукуне? Вместе с тем, что обычно фиалюн мау застывает на фатхе. Лябисту. Говорит лябиса фиалюн мау. Мавни аля сукун. Глагол лябиса является глаголом прошедшего времени, застывшим на сукуне. Вопрос, почему в данном случае глагол прошедшего времени застыл на сакуни. Вместе с тем, что основа, что все глаголы прошедшего времени застывают на фатхид. Катаба, фааля и так далее. Почему? Потому что к нему присоединяется Дамир. Та. Та аль-Мутахаррик. Говорит у АТА фаиль мабни'а лаббам фи махалли раф. Что касается Та, что мы говорим про Та? Говорим фаиль, что оно является действующим лицом. Мабни'а лаббам, которое застыло на Аббамме. Почему застыло? Потому что минбамайр. Бамайры у нас, местоимение, являются застывшими. мабни'а лаббам. Говорит фи махалли раф. И оно находится на месте рафа. Почему не говорим морфу? Потому что мабни'а, опять-таки, так или нет? Про него, про мабни'а не говорится. Морфу или мансуб или маджиру. Но говорится фи махалли в таком-то. Дальше. Ми'а та фи. Что такое ми'а таф? Мафу линбе. На него падает действие. Его одели. Мансуб. Он уже будет мансуб. Про него не говорится фи махалли насб. То есть смотри. Ми'а таф говорит лиф. Ми'а таф мафу линбе. Ми'а та. В данном случае мафу линбе. На него падает действие. Мансуб. Бифатха. Он в состоянии насба. Не просто занимает место насба. Но он сам в состоянии насба. Почему говорим мансуб про него? А не говорим фи махалли насб. Потому что он миналь муарабад. И слов, которые изменяются. Исм. Исм у нас миналь муарабад. Если бы было местоимение, сказали бы про него. Мафу линбе фи махалли насб. На месте назбы. Потому что местоимение из мабни'а. Так вот говорит бифатха мукаддара.atten мя. Это фатха какая? Мукаддара. Представляемая перед яй Почему она лишь представляемая перед яй То есть если бы этой яй не было Что бы ты сказал Была бы фатха явная на конце Но когда ты присоединяешь яй Вот эта фатха заменяется на что? На касру Потому что трудно сказать Поэтому раз возникает сложность И есть мунасаба У буквы яи в конце есть подходящий ему Харакат, а это касра Фатха заменяется на касру Но мы не говорим касра захира алахри Но что говорим? Фатха мукаддара алахри Потому что эта касра возникла лишь случайно Из-за чего? Из-за появления этой яй На конце Поэтому мы говорим Это слово в состоянии мансуб В конце у него представляемая фатха перед яй А что касается алья Что мы про нее говорим? Алья говорим Мулаф илей К нему приписывают слово миатоф Правильно или нет? Мой вид одежды Говорит Он мабни ала сукун Застыл на сукуне Правильно или нет? Я их застыл на сукуне или на чем застыл? На сукуне На месте жарра Почему на месте жарра? Потому что мулафили А почему не говорим маджрур? Потому что он мабни Про мабният не говорится Маджрур или мансуб или морфоль Но говорится или морфу, но говорится фи махалли джар или фи махалли нас или фи махалли джар, раф и тому подобное. Теперь дальше. Сделай раб в следующих предложениях. Первое предложение раббу аулядакум аляль фабыляти Как перевести? Воспитывайте ваших детей аляль фабыля. То есть на достойных, на благих качествах. Первое слово раббу. Как сделать раб? Фиалюль амар. Дамма. Почему эта дамма вышла? То есть в основе, смотри, когда мы говорим фиалюль амр. Бывает сукун на конце. Говорили, что фиалюль амр в своей основе застывает на сукуне. Но в данном случае говорим раббу, рабба. Фиалюль амр мабни аляббам. Почему аляббам, анина аля сукун? Потому что возникла вауль джама после глагола рабба. А вауль джама ей подходит какая? Харака бамма. То есть тяжело говорить рабу. То есть не можешь сказать сукун перед вау. Вот это иншалла понятно. Значит, говоришь фиалюль амр мабни аляббам. Дальше вау. Что про вау говоришь? Дамир муттасыль вауль джамаа фаэль фи махаля рабба. Дальше аулада кум. Как сделать араб аулада кум? Аулада кум. Говоришь аулада мафулен бих в соответствии состоянии? Мансуб. Говоришь мафулен бихи мансуб вааламату нас бихи? Аль фатха захира аля ахрии. Дальше говоришь кум. Как разобрать кум? Говоришь в данном случае каф только является дамир муттасыль амим является чем аляма аляль джамаа. Как бы признак на множественное число. Ку. Что ты про него скажешь? Дамир муттасыль мабни аляббам. Чем оно является? В махалли джар. Почему? Потому что он мудав и лей. Далее. Теперь аля. Как разобрать аля? Харфу джар мабни аля мада. На чем он застыл? На сукуне. Мабни аля сукун. Далее говоришь аль фазилати. Как сделать араб фазилати? Маджрур бихарфи джар. Исм. Состояние джарра. Почему? Потому что перед ним пришел харфу джар. И признак его джарра какой? Как говоришь? Аля мату джарри аль касра захира аля ахрии. Второе предложение. Как перевести джаласна алина стариха? Мы джаласна сели для того, чтобы лина стариха. Для того, чтобы отдохнуть. Первое слово джаласна. Как сделать его араб? Джаласа фи аль малды. Мабни аля сукун. Дальше. Теперь на фаил нам бамир муттасин. Фаил мабни аля бам. Фи махалли каком? Фи махалли рафа. На месте рафа. Теперь ли. Что за ли? Харфуджар. Каким оно является? Ламу-т-таалиль. Это мы брали это слово. Одно из чего? Ламу-т-таалиль является одним из каких инструментов? Назба рафа или джазма. Назба. Помнишь, говорили? После ламу-т-таалиль, ламу-ль-джухуд и так далее. Если приходит глагол, оно будет в состоянии назба. Поэтому ты говоришь ли на стариха. Не говоришь ли на стариху, а говоришь ли на стариха. Теперь на стариха. Как сделать? Фи мударя. Мансуб. У алама-ту-насбихи. И признак его назба какой? Аль-фатха. Аль-фатха-зайра аля-ахри. Теперь дальше. Амаран аль-муаллиму бил-джулуси. Как перевести Амаран аль-муаллиму бил-джулуси? Велел нам учитель сесть. Давай. Амарана. Как сделать араб слово Амарана у тебя? Фи мударя. Мабни аль-фатха. Не говорится аль-фатха. Аль-фатха. Теперь дальше. На. Что говоришь про на? Бамир муттасыль. Мафулунби. Мабни аль-сукун. Тимахалли нас. Аль-муаллиму. Как сделать разбор слова аль-муаллиму? Нам говоришь аль-муаллиму фаил. То есть действующее лицо. Аля-ма-ту-рап-и-ги. Абдама-захира аля-ахри. Дальше. Бельджулюз. Как сделать разбор слова бельджулюз? Харфу-джар. Мабни аль-амада. На чем он застыл? На кастре. Внимательно. Значит говоришь ба. Харфу-джар. Мабни аль-каср. И аль-джулюзи. Маджрур. Би-харфи-джар. Ва-ля-мат-у-джар-и. И соответственно признак его джар-жа какой? Аль-касра аль-захира аля-ахри. Явная кастре на его конце.